Я возле Нового острова. Обычно я сам не выступаю на своих видео, но сейчас просто поступила просьба от людей, которые хотят, чтобы я им помог, в связи с тем, что знают, о моем участии в соцсетях. Просьба поступила от людей, которые попали в трудное положение в военное время. Этих людей мы чаще всего не замечаем, потому что они не в поле нашего зрения, хотя без них наша жизнь была бы, наверное, неудобной и скучной. О ком пойдет речь? Ко мне обратились повара недавно открытого центра «Флайкиц», который проработал до войны полтора месяца, и у людей возникла проблема, их просто не рассчитали и накануне войны выбросили на улицу, не оставив никаких возможностей и средств для существования. Сегодня меня ребята пригласили к торговому центру, мы будем снимать их обращение к людям, к одесситам, к украинцам о том, что у них случилось, как они живут и что они требуют. И, скорее всего, мы сейчас услышим от них и зададим вопросы. Всем здравствуйте, меня зовут Даша, и я работник развлекательного комплекса в городе Одесса «Флайкиц». Пишу это видео для того, чтобы достучаться до нашего начальства. Дело в том, что с первого дня войны людей оставили без денег, мы были обмануты нашим начальством. Из-за военного положения комплекс был вынужден закрыться, и, естественно, нам сказали, что денег нет и выплаты не будет. И сказали оставить свои карты, нам скинут деньги. Вот уже апрель месяц, мы до сих пор ждем, людям не за что купить продукты, людям не за что платить за коммунальные. Начальство так и не отзывается на наши сообщения. Людей оставили в военное положение без копейки. А так как мы были неофициально устроены, поддержку мы от государства тоже не можем получить. Просим, пожалуйста, максимально репост о глазке этого видео. Может, мы так сможем достучаться до нашего начальства, чтобы нам выплатили эту зарплату. Нам нужно... Мы отработали эти деньги, нам нужны эти деньги, так как сейчас цены, вы знаете сами, какие. И хоть как бы прожить. Всем здравствуйте, меня зовут Оленик Александр. Я работал во FlyKits, работал на открытой кухне, работал сушистом. Вот. Тут хочу обратиться с обращением администрации с таким моментом, что никому из людей, которые работают на кухне, никому из официантов не выплатили зарплату. Вот и люди сидят без денег, как только началась война. Людей не оплатились за честно отработанные их на смены. Допустим, у меня было около 12-13 смен рабочих, и мне не выплатили ни единой копейки. Как дальше жить, как дальше существовать, никого не волнует. Я обращаюсь к видео, чтобы они как-то образумились, как-то, может, одумались, потому что это неправильно. Весь персонал оставить и без средств. А как выживать? Как людям жить? За что жить? Они отработали около месяца, у кого сколько смен было, и никому не заплатили. Я лично говорю про себя и про свои проблемы. У меня так сложилось, что маму забрали, и она у меня военная. Я остался с бабушкой, и остался с дядей. И нам даже средств минимально не хватает, чтобы, блин, купить какую-то, не знаю, макаронную крупу, потому что цены вы сами видели. Вот, и все очень печально. И уже спустя вот два месяца, полтора ничего не продвигается, люди не выплачивают за оплату. И мы считаем это несправедливо, потому что мы честно работали и заработали наши деньги. Могли бы выплатить какую-то часть, а так не выплатили ничего. И на данный момент мы без денег. Про нас забыли, как будто мы какой-то мусор. Доброго дня, я Шурмлев Сергей Викторович, работник детского развлекательного комплекса «Флайкиз». Когда у нас произошла война, это было объявлено 24 февраля, то наше заведение закрылось. И наше руководство нас ни о чем не уведомляло, то, что когда будет заработная плата, то, что мы отработали за февраль, месяц, деньги. На нынешнее время, сейчас 12 апреля, нам еще заработную плату не выплатили. Я Юля Гололобова, работник «Флайкиз» в острове на пятом этаже. Мое видеообращение к людям, которые не безразличны. Наше руководство пообещало нам рассчитать нас еще месяца два назад. Сейчас уже апрель, конец. И каждый раз на любые наши попытки, чтобы нам отдали наши, не ихние деньги, а наши честно заработанные деньги, которые мы зарабатывали и отлично зарабатывали. Потому что моя команда, моя кухня, моя семья работала на 100%, отдавалась этому предприятию. Работали не на 100%. И они заслужили, и я в том числе заслужила на эти деньги. И это наши деньги, которые мы заработали честным трудом. Эти люди просто забили на нас большой и толстый. В такой ситуации я даже не знаю, что делать, потому что мы работали неофициально, но работали мы прекрасно. И вот так не по-человечески с нами поступить, это свинство просто. Ну это мягко сказано, конечно. Они не то, что нас не слышат, они даже не хотят выходить на связь и что-то конкретно нам объяснить. Каждый раз они объясняют нам это тем, что мы запустимся, мы начнем что-то вам выплачивать. В последний раз они нам пообещали, что дадут по 1000, и то в понедельник, в этот, который будет. Ну это смешно просто. Это на то, чтобы мы просто закрыли рты. И где этот человек, которому так безразлично это все, и те люди, которые отдавались на 100%, которые сделали тебе прибыль, которые сделали бесконечный поток людей в твой комплекс. А ты так безразлично относишься к твоим же работникам, к твоей семье. Я не знаю, почему так свински относятся к нам. Мое видео к тому, чтобы вы нам помогли просто забрать наш. Мы устали кричать, писать, что-то добиваться. Ну, уже нет смысла просто. Люди просто забили и даже не беспокоятся о том, будет ли кто-то работать. Сегодня вы, завтра другие. Ну, им даже не важно, как мы живем, что у нас нечем мыться, что нам нечем за газ платить, что нам нечего есть даже. Им просто безразлично. Мне печально и грустно, что именно в моем городе именно происходит именно так. Просто людей не считают даже за людей. Всем добрый день. Меня зовут Анатолий, я работник FlyKids в Одессе, 2-й центр ООС. Хотел записать это видеообращение нашему руководству, которое не выплачивает нам заработную плату за февраль месяц. С начала войны они нам обещали, что будут выплачивать по частям, но уже на протяжении двух месяцев мы этого не видим. Мы тоже люди и нам тоже надо за что-то жить. Тем более мы просим не их деньги, а свои заработанные честным трудом. И хотелось сказать, что очень печально, что наше начальство, они думают за людей, которые у них работают. Это же, это как большая семья. Ну, они так не считают. Поэтому мы решили с ребятами делать такое видеообращение, чтобы, может, зашевелиться как-то, может, начнуть что-то делать, выплачивать зарплату или, не знаю, пускай думают что-то. Это наши деньги, которые мы заработали. Поэтому мы хотим их забрать. Что из этого следует? В данной ситуации в Украине происходят очень страшные вещи. И просто обидно становится за людей, которые честно работали, честно зарабатывали, пытались прокормить своих детей, свои семьи. И в конце концов наши же украинские, не какие-то там оккупанты российские или еще кто-то, А наши же украинские бизнесмены просто в такой трудный момент бросили людей, оставили без денег, оставили без средств к существованию. И, ну, поступили просто, я считаю, не то, что не по-человечески, а очень, ну, не патриотично в данной ситуации. Если, наоборот, многие люди сплочаются, как-то стараются друг другу помочь всеми возможными силами, даже не имея каких-то для этого средств, в данном случае люди, имея огромные средства, просто их решили оставить у себя и пережить эту войну за наш счет. Друзья, я считаю, что это вообще неприемлемо, если человек занимается бизнесом и для этого бизнеса использует труд людей, он должен оплачиваться в первую очередь, вне зависимости от того, что происходит. То есть, ты живешь за счет того, что на тебя работают люди и должен, как бы, об этом помнить. И, опять же, сколько наглядных примеров, многие люди, работающие в этой сфере, были рассчитаны наперед или в какой-то короткий срок. То есть, даже если предприятие закрылось и не работало, люди все равно остались при каких-то средствах, чтобы выжить в этот момент. Я хочу еще здесь ниже привести скриншоты переписок с руководством этой организации. Также мы промониторили предыдущие инциденты с этими людьми. В общем, это уже не первый раз продолжается. Но раньше просто ситуация была обыденная. То есть, ну, как бы, часто бывает, там, ну, кинули на работе, сам виноват, типа такого. Но сейчас совсем другая история, совсем другая ситуация. И я считаю, что такие люди просто не обязаны и не должны заниматься бизнесом в нашей стране, если они так относятся к нашему народу. В общем, слава Украине, слава героям. Мы победим. Надеемся, что ваши просмотры, ваши репосты дадут огласку этому видео. И люди получат то, что они заработали. Всем привет, с вами был Евгений Эксперт и Десен. Всего хорошего, мы победим.